Здравствуйте! Сегодня я хочу нарисовать сирень вазы. Приглашаю вас порисовать вместе со мной. Давайте начнем! Бумага у меня, как обычно, от третьего формата. Сейчас я наметила линию стола, сделала от засечки верхняя и нижняя часть вазы. Она не должна стоять ровно посерединке. Я сместила ее чуть-чуть в левую сторону. И теперь делаю построение вазы. Вот сейчас я замеряю правую и левую сторону. Слежу, чтобы они были одинаковые. При помощи карандаша замеряю дно, переношу на другую сторону, точно так же горлышко. И теперь пытаюсь повторить вторую сторону точно так же. Осталось дорисовать овалы. Внизу, на донышке, овал будет более раскрытый. Чем выше, тем овал будет становиться тоньше. Теперь намечу расположение сирени. Вот такими вот большими каплями. Вы можете сами выбрать, как расположить веточки сирени. Да, и, кстати, форму вазы можно тоже придумать, пофантазировать. Не обязательно ее рисовать такой, как у меня получилось. Дорисую последнюю веточку. Но сейчас я подумала, что вот эту центральную хочу убрать. И немного увеличу вот эти вот две веточки по центру. А все остальное пространство вокруг веток я заполню листочками. И сейчас слегка намечу для себя основные веточки. Вот так в пустых пространствах. Где-то даже листочки будут закрывать ветки сирени. Вот эта ветка будет опущена вниз. И потом уже по ходу, когда буду рисовать краской листочки, я еще дорисую, добавлю там, где необходимо будет. С правой стороны на столе намечу еще одну веточку сирени. Тоже рисую ее так схематично. Рисунок карандашом я закончила. Теперь перехожу к цвету. Работаю я, как обычно, детской гуашью. В наборе у меня 12 цветов. Фон я решила сделать оттенками желтого цвета, охры. Смешала белила с желтой краской, добавила чуть-чуть охры. И вот так смело заполняю весь фон. Решила закрасить даже листочки. Краска достаточно светлая. И потом легко будет поверх перекрыть. На палитре у меня закончилась краска, поэтому я снова смешиваю. У меня получается более желтоватый оттенок. И продолжаю заполнять теперь правую часть. Когда пишу задний фон, делаю это очень смело, живо. Даже наступаю на предметы. Сейчас поверх получившегося фона я хочу нанести еще белил. Немного приглушить этот такой яркий цвет, чтобы он ушел на второй план. И уже буду переходить к столу. Для стола я смешиваю белила, охру и немного голубой краски. И тоже заполняю такими смелыми мазками. Теперь в этот цвет на палитре добавлю еще немного голубого. У меня получилось многовато, поэтому я добавляю снова охру. И этим получившимся цветом заполню стол вдалеке. Вот на линии горизонта. И делаю плавный переход между оттенками. Теперь нарисую вазу. Я буду закрашивать ее коричневой краской. Но это не обязательно. Вы можете для себя решить, какого цвета хотите нарисовать вазочку. Она может быть совершенно любой. И белой, и разноцветной. Пофантазируйте, придумайте, как хочется вам. Сначала я полностью закрашиваю вазочку одним цветом. Теперь для себя решаю, с какой стороны будет источник света. Вот у меня он будет с правой стороны. Поэтому в коричневую краску я добавляю белила. И правую сторону вазы высветляю. Делаю плавный переход чистой кистью. Левую сторону я затемню. В коричневый цвет добавляю немного темно-синей краски. И закрашиваю левую сторону вазочки. Так как краски еще влажные, они не высохли. Поэтому красиво соединяются. Получается такой плавный переход. И сейчас я решила затемнить еще нижнюю часть вазы. И вот там, где переход слишком резкий, я делаю это при помощи чистой кисточки. Снова беру белила и добавляю еще немного света. И чтобы на вазочке не было таких резких переходов, я чистой кисточкой плавно соединяю все оттенки. На этом этапе оставлю вазу, вернусь к ней позже. Я оставила работу, она немножко подсохла. И теперь займусь сиренью. Для сирени я смешиваю рубиновую краску, немного темно-синей. И сейчас ни в коем случае не добавляю белила. Заполняю первую кисть сирени. Она будет у меня самая темная в тени. Заполняю неровной линией и специально создаю кривой край у сирени. Большую часть второй кисти, которая с левой стороны, тоже заполняю этим темным оттенком. И на третьей кисти добавлю этот оттенок только уже где-то половину. Закрашиваю половину этой кисти. Теперь добавляю еще белил, еще малиновый цвет. Теперь делаю оттенок посветлее и заполняю вот эти вот светлые части на двух кисточках. И этот же цвет будет тенью на следующей ветке. Вот таким образом я уже сейчас решаю, какие ветки будут находиться в тени, какие на свету. Теперь добавляю еще белил. И вот таким оттенком посветлее закрашиваю оставшуюся часть на этих веточках сирени. Вот эти цвета, которые я наношу сейчас на сирене, это будет подложка. Поверх я буду рисовать цветочки. Это будут самые темные места на сирене. Такие темные просветы. Да, и конечно, сейчас я не забываю про веточку, которая лежит на столе. Тоже дорисовываю ее. Пока я рисовала все ветки, моя первая, самая темная, уже высохла. Я смешиваю оттенок, он такой чуть-чуть светлее, чем изначальный цвет этой веточки сирени. И начинаю рисовать вот такие вот маленькие мазки. Использую маленькую тонкую кисточку. В самом начале я оформляю сирень по краю. Вот таким постукивающим движением, мазком оформляю край и перехожу к серединке. В центре я уже в некоторых местах начинаю прорисовывать отдельные цветы, которые состоят из четырех лепесточков, из пяти, где-то из трех. Но этот цвет, которым я наношу цветочки, он чуть-чуть светлее той подложки, которую я нанесла в начале. Теперь я добавила еще белиловый этот оттенок. Получился цвет посветлее. И вот теперь в некоторых местах добавлю светлых цветочков. Но не рисую везде цветочки, где-то просто это мазок, где-то пятна, а где-то прорисовываю конкретный цветочек. И немного добавляю в темные места тоже такие вот светлые пятнышки. Перехожу к следующей ветке. Снова смешиваю оттенок чуть-чуть светлее, чем тот, который у меня изначально на ветке, на подложке. И также оформляю в начале край. Делаю это вот так вот мазком, где-то я прям сильно выхожу за контур этой веточки. Наношу какие-то вот такие вот, возможно, бутоны, которые находятся чуть дальше. И начинаю заполнять веточку сирени в центре. Опять же, кое-где в некоторых местах прорисовываю конкретные цветы. Да, слежу, чтобы размер цветочка был примерно одинаковый. Да, не так, что какой-то цветок очень крупный, а там где-то мелкий. Все-таки на одной ветке цветы будут одного размера. Теперь я уже взяла оттенок чуть-чуть светлее. Продолжаю заполнять эту веточку. Добавляю еще белил и еще немного темно-синей краски. Поменяла оттенок и продолжаю заполнять эту веточку. Мне этот процесс напоминает вышивание крестиком. Точно так же сидишь шовчик за шовчиком и вроде бы получается уже неплохо. Формируется целая картина, целый сюжет. Работа кропотливая, но это стоит того. Перехожу к третьей веточке. Снова смешиваю рубиновую и темно-синюю. Всю сирень я рисую при помощи этих двух красок с добавлением белил. Начинаю с самых темных мест, с теневых. И так же прохожу сначала по контуру темной части сирени. Я заполнила всю темную часть этой веточки. Теперь добавляю еще белил. Кстати, у меня на палитре была подходящая краска. Я прям ее и беру. И продолжаю заполнять вторую часть этой ветки. Теперь оттенок у меня посветлее. На палитру добавляю еще белила, еще темно-синюю краску. Теперь у меня оттенок получился такой холодный. И продолжаю заполнять оставшееся небольшое свободное место. И этим цветом добавлю еще немного в разброс в некоторых местах. И таким же образом я сейчас заполню оставшиеся две веточки сирени. Продолжение следует... Это последняя ветка будет самая светлая в моем букете. Поэтому я совсем немного добавляю темных оттенков. Теневая часть будет совсем небольшая. Все остальное я заполню светлыми цветами. Она будет самая освещенная. Субтитры создавал DimaTorzok И мне осталось заполнить последнюю веточку, которая лежит на столе. Она тоже будет достаточно светлая. Беру уже те оттенки, которые у меня есть на палитре. Субтитры создавал DimaTorzok Пока высыхает сирень, займусь листвой. Смешиваю желтую, зеленую краску и начинаю прорисовывать листочки. Я их закрасила, но сейчас сквозь краску кое-где я их вижу. Те, которые не видно, я буду рисовать прям сразу. Буду фантазировать. Кстати, листочки по форме напоминают сердечко. Только стараюсь не рисовать их все одинаковые. А где-то они развернуты. Где-то кусочек отогнулся. Где-то листочка часть не видно. То есть так делаю разнообразно, чтобы работа была поинтереснее. Теперь на палитру добавляю еще немного зеленой, чуть-чуть изумрудной. И продолжаю заполнять листву. Этот цвет потемнее я добавляю на листочки. Только не везде, а в некоторые места. Таким образом создаю немножко такой намек на тень. Где-то закрашиваю прям половинку листочка. Где-то просто подчеркиваю такой небольшой линией. Хочу на листочке добавить еще оттенка потеплее. Поэтому добавляю еще побольше желтой краски. И точно так же кое-где в некоторых местах, на некоторых листочках рисую такой вот желтый мазок. Сразу хочу нарисовать веточки у листиков. Поэтому на палитру в зеленую краску добавляю белила и еще немного желтой краски. И рисую такую тонкую линию. Направляю ее к вазе. И тоже где-то ее видно, где-то она прячется. Основные направления веток я нарисовала. Но вижу, что этого недостаточно. Поэтому еще в свободных местах я сейчас дорисую листочки. Они больше будут теперь на втором плане. Так за сиренью. Хочу, чтобы букет был попышнее. И этот зеленый цвет будет красиво оттенять фиолетовый. Дорисую веточку у сирени на столе. Вначале и веточка у нее зеленого цвета, а дальше переходит в коричневую. И тоже добавлю пару листочков с одной и с другой стороны. И пока мои листочки высыхают, я возвращаюсь к сирене. Как раз за это время она успела подсохнуть. Вначале на палитре я смешала светло-сиреневый цвет, но поняла, что такой цвет не подойдет. Беру просто белую краску. Немножко разбавляю, добавляю в нее воду, чтобы она была более легче. Легче ей было рисовать тонкую линию. И начинаю оформлять цветы. Оформляю только самые светлые цветы, те, что находятся на свету. Очень тонкой линией обвожу по контуру, но только не везде, не весь цветочек. Где-то рисую целиком 4 или 3 лепесточка, а где-то только нижнюю часть. Так вот разнообразно и не полностью обвожу все цветочки на все веточки. Выборочно вот на этой веточке я обвела много цветов. Хочу, чтобы эта ветка была такая вот акцентная. На нее будет все внимание. И добавляю в каждый цветочек вот такой темный мазок, темную серединку. Для серединки я смешала синюю и немножко рубиновой краски. И точно так же, таким образом, я прохожусь по всем веточкам. Только на следующих веточках я буду обводить меньше цветов. А ветка, которая находится в тени, вот с левой стороны, самая темная. На ней я вообще не буду обводить цветочки, чтобы она ушла на второй план. Вот таким образом я оформила вторую ветку. Перехожу к третьей. На ней будет еще меньше светлых цветов. Если на каждой веточке обвести все цветы, то не будет акцента в работе. И взгляд в зрителя не будет останавливаться ни на чем. То есть нужно определиться, какую ветку вы хотите сделать акцентной, а какие уйдут на второй план и будут просто в поддержку этой веточки. Мне осталось добавить светлых цветов у последней веточки. И, конечно же, я не забываю про темные серединки у цветов. Смешиваю рубиновую и темно-синюю. Не добавляю белила. И рисую эти точки даже на темной веточке, которая находится в тени. И тоже добавляю не везде, не на каждом цветочке, а кое-где так. Побросаю по некоторым цветам. С цветами я закончила. Теперь возвращаюсь к листикам. Здесь я вижу, что мне хочется добавить немножко еще листвы, еще зелени. Поэтому в некоторые места дорисовываю зеленые листочки. И теперь в зеленый цвет я добавляю белил и нарисую прожилки. Тоже сейчас не везде одинаково. Где-то прям рисую все прожилки у листочка, а где-то рисую просто линию серединки. А где-то только с одной стороны прожилки, а с другой стороны не дорисовываю. Тоже стараюсь делать так разнообразно. Опять хочу вернуться к вазе. Я хочу на ней нарисовать такие вот светлые полоски. У меня на палитре была такая светло-голубая краска. И я прям рисую вот так вот смело. Такой вот рисунок на вазе. Вы можете решить, хотите вырисовать какое-то изображение на вазе. Или нет. Можно доставить в принципе и так. На ваш выбор. И я добавила еще блики с правой стороны на вазочке. Теперь нарисую падающую тень от предметов. От вазы и от веточки сирени, которая лежит на столе. Для этого я смешала охру, синюю краску, чуть-чуть коричневой. Под вазой рисую оттенок потемнее, а дальше тень рассеивается. Границу между тенью и столом не делаю четкой. Чистой кисточкой прохожусь, чтобы она так рассеялась. И еще немного затемню прям под вазой. Здесь будет самое темное место падающей тени. Я добавляю еще прям побольше синей краски. Получается такая даже синевой тень. И не забываю точно таким же цветом нарисовать падающую тень от сирени. И так же под веточкой она будет темная, а дальше рассеивается. С палитрой беру темно-сиреневую краску, дорисую серединки у цветов и добавлю несколько мазков в нижнюю часть ветки. Чтобы оживить работу, хочу еще добавить несколько упавших цветочков прямо на стол. И в принципе моя работа уже готова. Вот такой букет сирени у меня сегодня получился. Уверена, что у вас получились тоже очень красивые работы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Желаю вам успехов в творчестве. Рисуйте сами, рисуйте вместе со своими детьми. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok